всем доброго летнего утра прежде чем сегодня я покажу вам обещанный обзор есть у меня одно важное дело которое я должна обязательно сделать ну что зимой будем лакомиться абрикосовым джемом а сейчас обещанный обзор как я и анонсировала в предыдущем своем видео следующий обзор из уличного павильона магазина мегастрой раз от разу я заглядываю сюда потому что здесь можно встретить весьма интересные растения как собственно и случилось в этот раз бакопа болотистое растение растение любящую влагу но не этим она интересна многим а своими мелкими но красивыми цветами здесь они махровые похожи на маленькие розочки и такого милого лилового цвета следующая лиловая милота это шалфей и не просто абы-кабы а шалфей мистик а как живописно смотрится со стороны шалфей двух цветов да и вообще вот эта розово-лиловая полянка из растений выглядит очень по-летнему бело-розовые цветы с яркой сердцевиной это цветы катарантуса а вы знаете кстати как с греческого переводится название катарантус безупречный цветок меня мучают смутные сомнения не встречала ли я вот это растение на отдыхе в турции а ведь вполне себе может быть это гаура неприхотливое и заскоустойчивое растение друзья перехожу к следующей летней полянке выполненной в другой цветовой гамме здесь больше преобладает желтого красного цвета ну давайте рассмотрим и первое что я хочу показать и даже потрогать это целлозия не потрогать цветы целлозии ну просто нереально они такие прикольные рядом разместились вот такие красивые яркие кустики калибрахуа в оранжевом фиолетовом малиновом цветах сидят они в горшочках диаметром 10 а вот тут я даже нашла калибрахуа вот с такими махровыми цветами горшочек с такими цветами был всего один собирайте же быстрее и час загадка для моих зрителей что это за растение вот никто не догадается я даже его потрогала и понюхала почему я так сделала да потому что название этого растения я уже прочитала и была удивлена ну ладно не буду вас больше томить это мини мята и она очень душистая а это тоже мята с такими варегатными листочками кстати я вижу такую мяту впервые признаюсь вам вообще забегая вперед скажу что травушек муравушек или другими словами полезных трав здесь в магазине было достаточно вот тебе ароматный тимьян к мясу вот тебе шалфей для воспаленного горла а не нравится шалфей зелеными листьями пожалуйста с варегатными есть и тархун для консервации и маринадов ну закончили с травами и снова вернемся к цветам смотрите я держу облако облако из листочков и очаровательных цветочков гипсофилы какое интересное растение а называется она лизимахия любите вербейник так вот считается что это одно и то же растение а это растение вам ничего не напоминает это бидонс все равно ничего тогда череда ну а это растение узнают многие но конечно же это рудбеки какое лето без ярких цветов рудбеки и цинии ой красота-то какая вот для меня а цинии и бархатцы это самые благодарные растения в саду вот потратил на них совсем чуть-чуть времени в начале сезона а они потом тебя отблагодарят продолжительным красочным цветением все лето смотрите какую питонию я нашла вообще конечно в данном магазине питуней много я даже не обращаю на них внимание достаточно было выделено им время и в моих обзорах предыдущих но вот это это что-то это питунья вегетативная а вот это а вот это посмотрите какая какая красота практически черная но со светлой каймы а ну вот пожалуйста совсем черная это уже питунья гибридная а давайте-ка вспомним чем хороша так гибридная питунья а тем что она менее капризно она проще переносит засуху проще переносит ливни сильные ветра и достаточно устойчиво к заморозкам это растение наверное узнали многие многие из тех кто любит составлять композиции из сухоцвета это растение брактеанта или гелихризум по моему под названием гелихризум это растение знакомо больше про это растение я мало что знаю но все равно его сняла называется она куфея так а лежит этикетка от бессмертника а где же он сам а вот и он но как-то не так я его себе представляла это у нас пеларгония курчавая а это сан-виталия вы знаете видела это растение в деле она очень хорошо при благоприятных условиях разрастается форме шара может быть сплошь усыпано вот такими желтыми солнечными цветами это очень красиво аниме здесь сегодня мимикрировала ванютины глазки смотрите сдалека бы я так и решила что это цветочки анютиных глазок очень красивый фиалковый цвет ну и заканчиваю свой обзор капусты декоративный с нее я начинала ей я и заканчиваю спасибо всем за просмотр данного видео знаете что я люблю от вас лайки знаете что я люблю комментарии ну а если подпишетесь совсем рахет будет